В эфире информационная программа День Города. В студии Наталья Новик вам. Здравствуйте. О событиях этого дня расскажут наши корреспонденты. Смотрите в этом выпуске. Пьянство боя. Рязанские полицейские провели очередной масштабный рейд. Дело было вечером, делать было нечего. Подростки находят в себе очередные опасные для жизни приключения. Человек за барной стойкой. Сегодня отмечается Международный день бармена. На улице Маяковского сегодня произошла серьезная авария. В результате пострадала женщина, находящаяся на 38-й неделе беременности. По предварительным данным, она же и нарушила правила дорожного движения, что и привело к плачевным последствиям. Беременную девушку на месте ДТП нам застать не удалось. Ее в состоянии шока увезла в перинатальный центр машины скорой помощи. А вот водитель автомобиля, в который автолюбительница в положении въехала, рассказал, как вышло это недоразумение. Двигался я, значит, по правой полосе, по улице Маяковской, в сторону круга. Из кармана придорожного, то есть предназначенного для остановки транспортного средства, парковки, выезжал автомобиль. Выехал он не глядя, видно, наверное, даже не посмотрев в мою сторону, то, что я ехал. Соответственно, я подал ему звуковой сигнал, чтобы он хоть как-то меня заметил и предотвратил движение своего автомобиля, дабы не совершилось бы ДТП. Ну, человек, видимо, лихой был и все-таки решил выехать. Ну, я произвел остановку своего автомобиля с звуковым сигналом и меня догнал вот 308-й пыжик. Сотрудники ГИБДД в очередной раз предупреждают, на узких дорогах, в условиях гололедицы, сохраняйте бдительность и помните, что автомобиль является техническим средством повышенной опасности. К счастью для будущей мамочки и ее ребенка, на этот раз все обошлось только легким испугом. О необходимости быть бдительным за рулем знает каждый автомобилист. И если сам человек вполне контролирует ситуацию, окружающие это делают не всегда, чего стоят одни только пьяные водители. Никто не застрахован стать жертвой таких безответственных людей. Но есть и другой риск – пешеходы. Особенно те, которые специально кидаются под машины. Калечи жизнь себе, водителям и всем своим близким. Беготня без правил по проезжей части. Убийство, грабеж. Здесь герой компьютерной игры может умереть и вновь возродиться. В реальности такое невозможно. Это осознают не все люди. По данным российских и зарубежных исследований, только ближе к 20 годам граждане начинают понимать ценность своей жизни. Раньше считалось, что вот эта концепция между живой и неживой, да, утонул-вытонул, то есть вот эта обратимость, да, она формируется у ребенка где-то годам к 12. То есть вот сейчас эти цифры, несмотря на всю акселерацию вроде бы, да, они отодвинулись к 18, иногда даже к 20 годам. У подростков есть одна забава. О ней нам рассказала девушка, которая 10 лет назад подверглась влиянию. По ее просьбе мы изменили ей голос и не показали лицо. У нас в дворе было много мальчишек, ну и, соответственно, я с ними тусовалась, скажем так. Когда им надоело играть в футбол, когда, ну, в принципе, уже какие-то дворовые игры приелись, они потащили меня бегать перед машинами, собственно. Ну, цель игры была достаточно простая. Нужно пробежать как можно ближе к транспорту. Не было ощущения, что это вообще может иметь какие-то последствия, что ты можешь, там, не знаю, тебя могут сбить, да, можешь, там, не знаю, перелом ноги быть, да все что угодно. Оказывается, такое поведение попадает под разряд скрытого суицида. В таких случаях, людям кажется, что смерть напрямую произойти не может. Эти люди пытаются каким-то образом проявить себя, занять какую-то, ну, позицию в классе, в микросоциальной или социальной какой-то группе. Соответственно, всегда находятся вот те люди, которые, без кавычек я могу назвать, вот действительно людьми психически нездоровыми, которые начинают устраивать вот эти все забеги и так далее. По мнению специалистов, такие подстрекатели имеют садистские наклонности. Сами чаще всего ни разу не бегали через дорогу. Берут других, так скажем, на слабо. Рязанские водители уже ощутили на себе всю эту проблему. А подростки в этот момент не думают, что они могут испортить окружающим жизнь, что из-за них водитель может оказаться в тюрьме. Я выезжала со стоянки торгового дома «Барс». Ну, благо ехала потихоньку, потому что там всегда достаточно много машин. Ну, горел зеленый светофор, то есть мне надо было поворачивать. И вот пару, наверное, ребят пробежали, прям буквально у меня перед капотом, я еле успела затормозить. В меня чуть не въехала та машина, которая была сзади. Компания была человек из пяти, двое перебежали, остальные смотрели на них, веселились и смеялись. Они перебегали очень быстро, они стояли и поджидали того момента, когда машины тронутся, специально для того, чтобы вот именно во время движения пробежать перед машиной. Нет, они на меня не смотрели. Все-таки, мне кажется, их целью было не попасть под машину, но, наверное, испытать какие-то острые ощущения, адреналин. Выход из ситуации есть, и только родители подростков могут его показать. Многие темы придется открыть со своими детьми, в том числе и смерти. Ведь не только через дорогу бегает молодежь. Не так давно стало известно, что дети ставят будильник на час-два ночи, наливают ванную и ложатся в нее, конечно же, засыпают. Оказывается, все это делается для того, чтобы превратиться в фею Винкса, звезду известного мультика. Так что многим взрослым нужно подумать, достаточно ли времени вы уделяете детям. Ни в коем случае не ругать ребенка, если выяснятся неприятные подробности, понять, выслушать. В особенных случаях требуется обращение к психологу или к психотерапевту. Нужен вот этот диалог, потому что суицидальное поведение, а вот агрессивное поведение, особенно такое нарочит, это всегда крик о помощи, крик о том, что есть какой-то вакуум, который создался. Поэтому, если есть возможность пригласить ребенка, сесть и сказать, ты знаешь, я готов покаяться, я отец или я мать, я мало как-то, упустили мы что-то, давай поговорим. Сказать те слова, которые не сказаны, про любовь, про хорошее отношение, про поддержку, про то, что ребенок может всегда обратиться в конце концов, и что родители – это не какая-то там сфера наказания или там пенитенциарная, а это люди, которые поддержат в любой момент, поддержат в радости и горе. Получив поддержку, новое занятие, хобби, человек почувствует себя нужным. Сам подросток, скорее всего, не отреагирует на наш репортаж. Он может стать ключом для родителей. Ведь проблема решается на 100%, если ей заняться. Та же девушка, спустя 10 лет, устроившись в жизни, служит этому подтверждением. Конечно, но это бред, ты представляешь и себя, и людей, которые… Ни в чем не повинный водитель, он же может отвлечься в какой-то момент, ты прибегаешь неожиданно для него. Причем выбирали еще так время, специально отходили подальше, чтобы неожиданно с разбегу, откуда-то неслась опасность. Ты просто представляешь других, по большому счету. Если тебе на себя все равно, то нужно думать о ближнем. И напоследок хотелось бы добавить, водители, будьте предельно бдительны, особенно если на обочине стоят дети или подростки. Проблема существует, и вам нужно о ней знать. В Рязани вновь прошла масштабная проверка водителей на алкогольное опьянение. На этот раз рейд был вечерним. Сотрудники ГАИ останавливали машины на Северной окружной. В результате дорожные полицейские выявили один случай управления автомобилем в нетрезвом состоянии. На месте события побывала Галина Ершова. Разметка конусами, светящиеся палочки и огромная пробка. Вечер пятницы для рязанцев начался с сюрприза. Те, кто привык возвращаться домой по Северной окружной, минуя светофоры, оказались в самом центре масштабной проверки сотрудников ГАИ. Экипажи ГИБДД расположились на въезде в город около лесопарка. Около 15 сотрудников полиции образовали с собой живой коридор. Конвейер по единовременной проверке водителей. На сегодняшний момент мы уже осуществили 35 таких остановок по 16 транспортных средств. Обычная проверка документов с учетом информационных систем и баз данных МВД и ГИБДД, федеральных систем, занимает практически где-то 5-7 минут. Данная проверка занимает от 30 до 40 секунд. Достаточно оптному инспектору проверить состояние водителя, нахождение у него всех документов. Подобное мероприятие в Рязани проходит второй раз. Его основная цель – проверить водителей на алкогольное опьянение. Впервые проверку проводили днем на Московском шоссе. Тогда пьяных за рулем обнаружено не было. В этот раз был задержан один нетрезвый водитель. Ему грозит лишение прав и административный штраф в 30 тысяч рублей. А за повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность. Также сотрудники ГИБДД задержали нескольких водителей без прав и выписали несколько штрафов за неправильную тонировку. Место для рейда было выбрано не случайно. Дорога в четыре полосы разделена посередине железными отбойниками. Никаких поворотов и ответвлений. Даже при виде сотрудников ГАИ нарушителям скрыться негде. В то же время сама трасса давно стала для рязанцев местом повышенной опасности. На этом участке проезжей части у нас на протяжении последних лет постоянно происходит ДТП со смертельным исходом, ажиотажные дорожно-транспортные происшествия, с массовыми столкновениями транспортных средств. Ну и соответственно данное направление, дорожное направление, оно ведет в спальный район. Этот новый метод проверок разработали в Татарстане. Оттуда в регионы России был направлен учебный фильм. Специальной подготовке для рязанских сотрудников ГИБДД не понадобилось. Только проработка организационных вопросов. Граждане же, несмотря на неудобства, к новой системе также отнеслись положительно. Ой, мы в шоке. Когда так еще попадешь? Надо. Надо. Слишком много. Особенно молодежь. Мне в новую машину два раза на светофоре молодежь вваливала в бампер. Просто так. Ну что сказать. Спасибо вам большое. Почаще бы. Однако то, что в месте рейда присутствовало около 20 сотрудников ГИБДД, не означает, что другие участки города остались без прикрытия. Дежурные экипажи работают в штатном режиме, а для проведения массовой проверки мобилизовали дополнительные силы. Скоро такие рейды будут проходить на постоянной основе и одновременно во всех районах города. Так вероятность, что нарушитель сможет избежать наказания, становится крайне мала. Берегите себя и своих близких и соблюдайте правила дорожного движения. Лед на реках даже в середине суровой зимы небезопасен. На Оке, как и на многих водоемах области, немало места, где он остается тонким в зоне риска рыбаки. Рейд по безопасности на льду прошел в Рязанском районе. Основной задачей мероприятия было посетить наиболее популярные места массового выхода людей на лед. И напомнить им основные правила поведения на замерзших водоемах. На месте событий побывала Алена Куколева. Для одних зимняя рыбалка – это удовольствие, а для других – время особого контроля. И если на некоторых водоемах лед встал прочно, по признанию опытных рыбаков, сейчас его толщина достигает 40 сантиметров, и на водоем можно смело выйти на снегоходе или выехать на машине, то пролет на Оке – такого не скажешь. Из-за сильного течения середина реки не замерзает, а кромка того и гляди может треснуть под ногами. Впрочем, любителей зимнего лова не пугает ни тонкий лед, ни опасность утонуть. А потому они снова и снова выходят на лед, сверлят лунки и ждут клево. Только за первые полчаса рейда мы насчитали с десяток любителей порыбачить. Чтобы предупредить рыбаков, сотрудники МЧС раздают специальные памятки. В них основные правила. А сотрудники мэрии, в свою очередь, объясняют, где рыбачить можно без угрозы для жизни. Здесь же прошли показательные учения по спасению людей из зимнего водоема. Водолазы поисково-спасательной службы на воде показали, как правильно пользоваться спасательными средствами и как утопающий может спастись сам. Мороз и солнце – день чудесный. Природа вновь дала рязанцам повод одеваться теплее и интенсивнее, ждать наступления весны. Впрочем, ясное небо все же настраивает на позитивный лад. Синоптики, между тем, обещают, что сильные морозы в нашем регионе задержатся на несколько дней. На этой неделе погода на территории Рязанской области будет определяться восточной периферии обширного малоподвижного североатлантического циклона. Морозный понедельник станет лишь началом воспетой Пушкиным погоды. А среднесуточная температура ближайших дней окажется на 7-10 градусов ниже климатической нормы. 7 и 8 февраля ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха будет понижаться до минус 23-28 градусов. Днем ожидается не выше 13-18 со знаком минус. Мерзнуть рязанцам традиционно придется недолго. Впрочем, как и наслаждаться солнцем. Уже во второй половине недели под влиянием атмосферных фронтов ожидается увеличение облачности. Пройдет и небольшой снег, а температура воздуха повысится до минус 11-16 градусов ночью и до 5-10 мороза днем. Столбики термометров вернутся в климатическую норму, а вот на дорогах по-прежнему будет скользко. Не забывайте быть аккуратнее. Человек за барной стойкой. Так звучит слово бармен в переводе с английского языка. Это не специальность, поставленная на поток в учебных заведениях. Это тонкое искусство, которому в полном объеме нигде не учат. Здесь важно все. Опыт, интуиция, мастерство, манеры и даже умение быть тонким психологом. Настоящий представитель этой профессии способен определить пристрастие гостя, окинув его всего одним взглядом. Неудивительно, что эта профессия имеет свой день. Международный день бармена отмечается 6 февраля ежегодно. По ту сторону от барной стойки начинается другой мир. И полноправным, весьма гостеприимным хозяином этого мира является бармен. Всегда улыбчивый, радушный, галантный, готовый выслушать и угостить вкусным напитком. Будь у вас проблемы или просто замерзли холодным зимним днем, человек за барной стойкой всегда готов спасти вас от скребущих на душе кошек. Тайм много. Если честно, очень давно есть желание, так сказать, вести записи. Потому что помимо тайны, секретов, ну не государственного масштаба, но около того, бывает очень много комичных моментов, которые стоило бы записать. А тайны мы храним в себе исключительно. Не случайно родился персонаж фильма «Пассажиры» – андроид-бармен Артур, внимательный к мелочам, с исключительными отточенными манерами. О настроении бармена никто никогда не догадывается, будто он действительно андроид. Поэтому он умеет угадывать мысли. Мы дарим настроение, как мы поддерживаем разговор, выслушаем. Но в то же время и гости очень часто окажутся позитивными и интересными людьми. От них мы узнаем очень много нового. То есть один побывал там, другой работает в этой сфере. Это обмен информацией, то есть не дает заскучать. Не мы гости, не гость нам. Поэтому мы скучаем, когда нет посетителей. А это коктейль для тех, кто за рулем. Молочный, с небольшим, но важным секретом. Называется «Сникерсни». Пожалуйста. Спасибо. Хорошо у меня проходит рабочий понедельник. В паре. Сейчас будем пробовать. Честное слово, самый вкусный молочный коктейль, который мне когда-либо было. Волшебная профессия, выбранная в студенческие годы, в качестве подработки постепенно стала для Стаса делом жизни. Не мудрено, ведь ежедневно он, как настоящий волшебник, создает настроение десяткам посетителей. На этом все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами. До завтра. Хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова